интересно если бы у меня был бы полная херня метр как у доктора дью сколько бы он выдал бы за такой эксперимент самый тупой эксперимент какой я проводил всем привет на улице больше 20 градусов мороза соответственно в неотапливаемой мастерской тоже около 20 поэтому токарки сегодня не будет и думал чтобы за эксперимент провести вспомнил один из зрителей постоянных осенью предлагал мне провести такой эксперимент говорит что раньше так лили чугун форму нужно залить алюминий и как только он начнет схватываться вылить алюминий то есть получается что от стенок он замерзнет алюминий ну и получится как типа стакана то есть можно делать так вот например ту же трубу или втулку или как но это все экспериментальным путем я еще этого ни разу не проводил не знаю сколько времени нужно выдерживать ну чтоб стенка нарастала то есть попробую сегодня залить пару секунд подержать и вылить посмотрим если будет достаточная стенка значит так оставляю если нет заново и посмотрим что получится и как внутри вообще полость получится ровно и на получится или щерба то я какая-нибудь корявая вот качество сегодня неважно алюминия поэтому никаких дегазаторов ничего просто плавлю и выливаю взял немножко алюминия хотя для этой банки может быть даже это множко алюминия не знаю но посмотрим ну все плавим опять мои печечки только поддув я поменял помните прошлого видео как я уже сказал оказалось что у меня меньше был поддув крыльчатка и хватало только на одну плавку а потом уголь коксовался и уже не хватало я подключал пылесос в итоге прожег тигель и поэтому решил вернуться к своей старой крыльчатки но сегодня разжигаю и вперед разжигаем и засыпаем пусть разгорается все печь понемногу расходится а так как тигель сегодня первый раз будет окунаться в огонь поэтому я решил не доводить чтоб угли разошлись сильно лишь бы сейчас не произошел никакой тресе вот швы широкий делаю не лезет печку лезет нормально вот так вот пускай на подставке стоит или убрать можно о нормально все сел на угли ну что я думаю вам не имеет смысла ждать выдержит наш выдержит ну вот за травку расплавил кинул основной кусок а с ним крышка не закрывается придется так плавить пока просядет чуть-чуть вот они остатки терминатора алби бэк говорит ушел терминатор сейчас чуть прогреется еще алюминий сниму шлак и буду отливать ну вот почти готова сейчас снимаю шлак перед этим ложку прогрею потому что в ненагретую ложку много налипает алюминия чистого а когда ложка такой же температуру как алюминий снимается в общем только шлак видите уже отлипает пленка образуется отлипает можно снимать все тут ленка 1 чистый алюминий потому что он уже один расплавленный наш переезжаем до формы все алюминий на старте сейчас выливаю ну или визуально или по времени посмотрю как определю и обратно а потом с формы выливаю в тигель и смотрим что получится вот так все делается а теперь ждем немного чтобы схватилась от стенок пока жидкий пусть постоит так ладно камеру я включу вода начнет кристаллизоваться так кристаллизация началась поэтому все беру и выливая остынет посмотрим что там получилось ну его что получилось короче хрень какая-то если вам нужно алюминиевая чашка и например дальше протачивать то может быть это и полезно будет то есть все что отсюда вылили это не пошло стружку а пошло сразу переплавку экономия металла ну и все а если вдруг там нужно что-то красивое и эстетично этого лучше вытащить сейчас расскажу для тех кому интересно что случилось с печью и тигелем в прошлой плавке когда прогорел тигель когда я плавил 18 поршней 30 килограмм вот вы уже знаете что у меня получилось со стаканом отлил я его или нет а я этот фрагмент снимаю до начала всей сегодняшней плавки и я еще не знаю вышел у меня вообще этот эксперимент или нет и так печка смотрите что с ней приключилась при такой температуре внутри нержавейка выгорела где была большая самая температура это уже когда я пылесосом вот включил жар нагонял а внутри у меня набита как я рассказывал про изготовление этой печи глина с песком и шлак от угля каменного и получилось в итоге что все это спеклось и такой монолитный керамзит получился он крепкий не колется просто я думал что когда я вот выбью оттуда шлак с печи сегодня то у меня там все высыпется оказалось оно все спеклось все отлично короче пока работает я честно сказать думал что придется мне ее подмазывать подмазывать там не надо печь выдержала нормально все теперь что было стиле тигель я его обрезал визу потому что он у меня прогорел прошлый раз теперь смотрите на срезе тоже это тигель у меня кто постоянные зрители знаете он у меня с лета прошел немало плавок многое в нем поплавил и вдобавок последний раз 18 поршневин выдержала в общем-то я доплавил он-то прогорел когда уже шлак план вот что на срезе смотрите алюминий гильзу за полгода чугунная гильза тракторная алюминия ее и не съел то есть толщина везде одинаковая единственное что он въелся в стенки видно будет камера возьмет возьмет видите он белые разводы внизу вот это вот на станке протачивал ну когда одна еще не было не приваривал дно час а вот я на станке его протачивал ну и снял где-то но может около миллиметра и вот в единое алюминий еще не съел но не снял рисок но уже перестал утончать стенки и получается что вот именно где меньше чем до середины тигля короче получается вот он въеденный алюминий сверху нет вообще ничего чисто а снизу есть алюминий ну не думаю что он очень глубоко въелся потому что я говорю здесь по стенкам не видно чтобы было проедено здесь и здесь а вот но тут как я говорил раньше это чугунная плита было это корпус водяного насоса помпа водяной это же видно что алюминий и не съел это дно она такое тонкое было просто единственное что выдавило вот или весом алюминия при нагреве или как ну что она раньше ровное было а так вот они ребра жесткости которые были здесь раньше изначально они еще даже не обгорели и здесь тоже таких заметных прям раковин нет ну и на связи было видно что раковины были там едино как-то покинуть впадины а их нет то есть на это уже заржавела то есть по идее чугунный тигель должно хватать надолго а теперь я чигель и чигель тигель сделал та же самая гильза тут уже металл шестерка и приварил обычными электродами она 21 тройкой и она нормально проварилась без предварительного прогрева гильзы туда нержавейкой начал а потом потому что у меня всего три электрода по нержавейке было я прихватил нержавейкой а потом решил попробовать такими получилось вот так сейчас у него будет крещение 17 декабря чуть-чуть не дотерпел короче утихли будет крещение сегодня огнем вернее было это уже видели прошел он или нет крещения я еще не знаю все вот на такой ноте всем пока удачи и будем надеяться что у меня проснулся фантазия все все пока